Дать оценку работе предыдущего президента Алмазбека Атамбаева и его правительства, а также обсудить результаты работы нового главы государства Сорунбая Джейнбекова после одного года президентства. Такова была основная задача Курултая. В итоге собравшиеся, а это около 500 политиков и общественных деятелей, приняли ожидаемую резолюцию. Один год деятельности президента Сорунбая Джейнбекова. Те, кто считают, что нужно признать его удовлетворительным, прошу поднять руки. Против – один. Воздержались – трое. В целом работа признана удовлетворительной. А вот экс-президента Атамбаева предложили признать узурпатором. В резолюции прописали задание Генпрокуратуре проверить источники его богатства. Предложили снять с него неприкосновенность и пересмотреть дела политзаключенных в годы его правления. В свою очередь партия СДПК, чьим лидером сегодня является Атамбаев, резко раскритиковала организаторов Курултая. Думаю, общественность поняла, с какой целью и кем был организован прошедший Курултай. Собрались политики, бывшие чиновники, которые отливали грязью экс-президента и пили дитерамбу действующему. Вот истинное лицо гыргызских политиков. И не этим господам давать оценку работе президентов и говорить от имени народа. Курултай – это народный съезд, призванный общими усилиями поднимать социально значимые вопросы и искать пути их решения. Казалось бы, это мероприятие прежде всего должно быть интересно простому народу. Но по факту это далеко не так. Что обсуждали, мы даже не знаем. Курултай – это только для чиновников. А нам-то он зачем? Это обсуждение людей. Я, честно говоря, не в курсе, но стыдно. Многие выступили однобоко. Особых таких рекомендаций или, допустим, предложений об улучшении экономического и социального положения нашей республики нет. Надо сделать. В общем, старые песни на новый лад. Про то, что был Курултай, я не знала. Но должна быть цель Курултая и люди, которые ее исполняют. А у нас что, проходит Курултай? Результата нет. Организаторы Курултая пытаются представлять принятую резолюцию общенародной. Хотя народными силами каждый раз выступают лишь действующие или бывшие чиновники. Народу во многом проедаются старые лица. И где-то, может быть, особенно, когда это все выглядит как попытка немножко погладить действующую власть и тамкнуть ушедшую власть. Все это тоже выглядит как такое, не то что политиканство, а такой оппортунистический такой подход. Что где же были эти люди, которые в прошлом году, когда Тамбаев, ну, вроде было его за что критиковать, почему тогда не критиковать? Еще до дня Курултая эксперты говорили, народный совет на этот раз понадобился экс-чиновникам для политических торгов. Жаждущие власти пытались показать себя. К тому же, совсем скоро, в 2020-м, в стране пройдут парламентские выборы. Это было выгодно как и самому президенту, потому что на фоне обострения вот этого очередного эпизода борьбы с экс-президентом, важно каким-то образом, может быть, попробовать какие-то различные очки или баллы зарабатывать в общественном пространстве. С другой стороны, это важно для многих политиков, которые пытаются потихоньку опять вовлекаться в политическое пространство. Уже завтра резолюция будет направлена в парламент. Будут ли депутаты его рассматривать, непонятно. Ведь народные делегаты признали неудовлетворительной и работу народных избранников.